В фойе Дома культуры совхоза имени Ленина, где традиционно проходит Звездный сад, царила особая атмосфера. Ребята с легким волнением готовились к своему выходу, а зрители с нетерпением ждали этот праздник детства, добра и радости. И вот он начался. Березы желтой листвой, листят лазурь голубой, как вышки елочки темнеют, а между пленами синеют. Поблагодарив этот замечательный коллектив, с приветственным словом выступила глава сельского поселения совхоз имени Ленина Елена Добренкова, которая отметила, что в этом году дата проведения фестиваля совпала с Днем глухих людей. Мне от всего нашего населения очень приятно вас видеть в зале и очень приятно видеть тех артистов, которые к нам приезжают уже не первый год, и тех новых, которые к нам присоединились. Мы собрались вот именно в такой день, чтобы всем вместе увидеть то чудо. Чудо, когда дети могут выступить на сцене, поблагодарить их аквадисментами за то, что они делают. Многие из ребят, которые выступают на фестивале, это уже опытные артисты. Так, слабовидящий пианист Нестор Смышляев является его своеобразным талисманом. Молодой человек практически вырос на сцене, и к каждому выступлению он относится с особым пиететом. Я, честно говоря, жду его. Хотя, жду его, и каждый раз дорожно исполняют свежие произведения на нем. И он подготавливает мои произведения к исполнению в следующих фестивалях. А новичками в этот раз стали ребята из Дмитровского детского дома. Две его воспитанницы представили на суд публике известную, но нелегкую для исполнения песню. В конце номера звучали бурные аплодисменты, а значит, выступление удалось на славу. Мне, во-первых, было очень страшно. Но я, как и все артисты, я понимаю, что это жизнь, это работа, это движение, и без этого никуда. Ты перебарываешь через себя какие-то, ставишь себе барьеры, и их потом перебарываешь. В общем, мне очень понравилось. Давняя традиция фестиваля – приглашать знаменитых артистов. Благодаря этому дети могут спеть со своими кумирами на одной сцене и понять, что все в жизни возможно, и не стоит отчаиваться. В этом году среди звезд были Данка и Анастасия Макаревич, которая осталась под впечатлением от работы с юными коллегами. Вспоминая себя в этом возрасте, они большие молодцы. Настоящие артистки. Очень мне понравились девчонки. Очень здорово. Уверенно, хорошо держатся и стараются, и замечательно поют. А певец Данка выступил совместно с творческим коллективом детей с нарушениями слуха «Ангелы надежды». Посмотрите, как они хорошо выглядят, как они все подготовлены, какие у них шикарные костюмы. Для них это событие. Я считаю, что необходимо проводить такие концерты. И вот из таких мероприятий, собственно, и состоит жизнь человеческая. Побольше бы таких вот мероприятий и концертов. Трудно передать словами, что чувствуют ребята. Ведь у них особое видение мира, и через песню они передают свои чувства и эмоции. За счет того, что они выступают с артистами, они чувствуют себя увереннее в жизни. Они входят в общество и начинают общаться с обычными детьми. Они не чувствуют себя ущемленными, не чувствуют этих барьеров, которые существуют для инвалидов. Всего на концерте зрители увидели более 20 выступлений. По окончанию этого праздника все дети получили подарки. Мягкие игрушки и сладости стали для них приятным сюрпризом. После чего все устремились на площадку рядом с Домом культуры. Давняя традиция фестиваля «Звездный сад» – высадка новых деревьев и кустарников. Это символизирует саму жизнь. И с каждым годом сад становится все больше и больше. Екатерина Кваленко, Сергей Ларин, Видное ТВ.